ребята очень всем привет я решил воспользоваться профессиональной техпомощью мне надоело колхозе да и многие написали в комментариях что я могу что-то там спалить хотя прошлом году сам все это делал но у меня были прошлом году крокодилы у компаньона сейчас у нее их нету поэтому идти в магазин покупать не проще вызвать две с половиной тысячи сплотить не проще было заплатить дисплей тысячи вот он подъехал вот такой вот машинке авто реаниматор все дела поэтому что мешаете да ну можно вот с этой стороны встать еще давай поэтому короче сейчас запишу видео как это все делается по профессионально профессиональном уровне они как я колхозе вот смотрите как этот все оставил даже провод оплавился вот видите в оплетке то есть не выдержал напряжение во первых я массу неправильно то есть мне уже сообщили несколько моих ошибок это я массу надо было либо под сидением массу искать вот здесь на петли двери вот а я массу сначала на петли двери пытался сделать а потом просто на прикуриватель кинул то есть скорее всего может быть даже я прикуриватель сжег вот у нас вот жескач с парковкой постоянный грузовики сюда сюда ездят мари аккуратно машину ай-яй-яй же скачки метражи мусорки выписывать не могли вот поставить опасно короче опасные маневры все посмотрим жива моя тачка все нормально не задевали меня не слава богу а это что аккумулятор тоже да сколько ампер и что думаете хватит его вы хотите подсоедиться на провод на этот сгореть аккумулятором хана или нормально да а он когда стоит нам на месте заряжается аккумулятор си работать машина ну просто надо иногда чуть-чуть маневый газ давать но лучше прокатиться да поехать да не видать ничего просто стоишь он больше но все 8 все подключать да и просто пусть заведенная поработает а спутник этот гребаный нельзя отрубить так дистанционно к неужели там у него питания никакого нет нет есть питания но ты питания трубочка у тебя реле не будет соединять там же реле отрубает тебе это а зачем мне это реле потому что я же говорил его надо отключать я полностью ну просто я им не пользуюсь я за ними не плачу а это долго да да вот хрен его знает как тут прятали предыдущий хозяин делался я почитал это больная тема многих кто покупает машины первый год там нормально потом зима и нет не только из-за этого у тебя здесь место может быть приема плохой из-за этого да просто две недели не ездил заболел если антенну плохо берет из-за этого сюда как телефон грубо говоря ищет да блин я думал то все проще да а зачем то я же тебе говорю если ты хочешь нормально то лучше надо больше разобрать но зато спокойно в этом случае да да вот ну вот 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 Отклеивать надо. А он же на липучке живёт? Да, на изоленте. Двухсторонний скотч. Да, двухсторонний? Да. А вот здесь колхоз ставит. А я потом приклею, ничего страшного. Ну, просто крюка, место такое, что её приходит снимать, надо ставить нормальную. А там какой-то ключик, ничего не надо поворачивать. У тебя, опять же, топ-сигналка, это тормоза блокировать. Двухсторонний скотч. Двухсторонний скотч. Ну, любым угонщиком это обходится очень быстро, да? Ну, понятно. Я же, чтобы не сломать, делаю это. А угонщику поварабану. Жескарь. Вот так вот, ребята. Вот такая вот штучка беленькая. Через отвертку будете подавать? Ну, не разъём, чтобы попасть. Фигася. У тебя здесь, видишь, техноблок стоит, он мешает из-за этого. Угу. Да, это, наверное, и в 3-м. Угу. Ах. Угу. 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Теперь собираем, да? Собирать сложнее, наверное, да? Проще Проще? Да На клипсы все воткнул, да? Не, на клипсы и когда выдергиваешь, боишься, чтобы не сломать Ааа, еще и мороз, да? Угу 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 Дверь Дверь надо открыть и закрыть, чтобы он проснулся Чтобы он проснулся? Ну, чтобы сиденья не ходили Сейчас вот эту дверь откроем и закроем, и он работает Или ты предохранитель изготовил DimaTorzok Что это? Я старым дедовским способом, типа, если сплавится, то не проводка Toyota, а этот проводок Ага Ну, может, это другой, поэтому нельзя, я знаю Ну, я понял, но я же не знал Это мне академик посоветовал, он занимается ремонтом машин Говорит, старый дедовский способ, Санек, поставь потоньше проводок, чем твоя проводка Вот я ее взял, самый тоненький Чтоб на всякий случай ничего не спарить Ребята Завелся мы почти Наконец-то Супер Реанимировал Реанимировал Малышку Супер Так что, ребята, если вам нужна техпомощь Вот телефончик От реаниматора Я, кстати, во многих фирмам позвонил И у них намного дороже Почти два раза Ну, сейчас минимум час ее надо Ну, я понял, но я сейчас посижу, да, погазовать, да, еще? Ну, да, ну, не, ну, в принципе, он и так зарядка дает Можем смотреть Может, капот отключать, сколько зарядка дает Давайте посмотрим Опа Ну, это стартерный аккумулятор, а тот про этот А я не знаю А, это стартерный, да? А тот, типа, просто Это для мозгов Мозги-то Ну, аккумуляторы жить будут, да? Будут И погоняешь куда-то все это Он 435 дает Генератор нормально дает Ну, я думаю, просто не стал с усех, чтобы они поставили руки и... Ну, мне надо ехать, снимать, короче, спутник, да, по-любому? Не, ну, может, как-то я снять не могу, не проблема Время только надо, да? А сколько по времени это занимает? Ну, если полностью нормально, хорошо снять, ну, час-полтора Я понял Ну, там просто надо, главное дело, основной На принципе, если я долго буду, я просто клемму буду одну снимать А какой, кстати, лучше дергать клемму, чтобы, если у меня долго машина стоит, я не пользуюсь? Да и тогда тебе надо оба дергать Оба? Конечно Потому что он тебе не... Может, один не помочь, понимаешь, какая версия? Сеть-то одна какая сеть Это в одной клемме, грубо говоря, минус, минус с каждой стороны снимать Мы начнем все Ага В одной клемме с каждого аккумулятора Я понял Ну, ладно, я буду лучше гонять каждый день Не, ну или, я же говорю, надо найти релюшку Вот эту релюшку, если найти, тогда можно оттуда предохранить, можно и не полностью выдергивать Ага Главное дело, реле найти, куда-то Где вот этот блокировки? Если блокировки снять, тогда иди подгоним Я понял Ребят, всем рекомендую этого мужика Мы сейчас с ним постояли, пообщались, вообще реально Не развел мне ни на копейки больше Хотя поменял мне еще один предохранитель Взял с меня две с половиной тысячи рублей Вот, я звонил в фирм, наверное, пять И все называли пять четыре тире пять тысяч рублей Этот взял две с половиной и все мне сделал вообще быстро Мы с ним постояли еще, блин, снимать было как-то неудобно Он мне такие, ну, интересные вещи всякие рассказывал Как он ездит там на вызовы, как он там делает машины Ну, прикольный мужичок, вообще, всем советую Я вот телефон и сайт его укажу Хотя я ему позвонил, говорил, мужик, у меня там на ютюбе канал Типа, давай я тебя пропиарю, сделай мне еще дешевле Он говорит, да мне особо пиар не нужен Я раньше там и на Яндекс Маркете размещался и прочее Он говорит, у меня сейчас просто заказов столько, что мне это нафиг не надо И работает именно сарафанное радио Вот я бы хотел вам посоветовать То есть, если у вас с машиной какие-то проблемы возникают Он даже по телефону мне пытался объяснить, куда что засунуть, чтобы выйти на этот толстый провод Потому что он говорит, ну, на такие вызовы у меня смысла нет особо ездить Потому что денег он там особо не зарабатывает Вот, и, говорит, проще мне подсказать, что потом следующий человек посоветовал другому человеку мой телефон И он говорит, я очень многим, кому подсказываю, ну, у кого простые проблемы Как завести машину, как что-то А когда уже что-то серьезное, я уже выезжаю Поэтому, ребят, всем спасибо, что смотрели это видео Ставьте лайки, подписывайтесь на мои новые видео Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok